Доброе утро, друзья! С вами Алексей Коробов, Академия спортивных ставок на природе. И сегодня я хочу рассказать вам о своем новом проекте, который я запускаю в ближайшее время. Проект под условным названием «Моя кухня спортивных ставок». Проект, о котором, в общем, меня давно-давно просили. Я не до конца понимал, как это должно выглядеть, но сейчас, после поведения небольшого опроса среди коллег, после своих размышлений на эту тему, я могу описать, как это будет выглядеть у нас на ближайшее время. Проект достаточно долгосрочный, планируется на вторую часть сезона этого года теннисных турниров. То есть начнем мы, как я понимаю, по мере организации этого процесса, но не позднее, чем 1 июня. А хотелось бы Каролан Гарусу успеть. Играть мы будем теннис, играть мы будем до конца, по сути, этого игрового сезона. То есть где-то до конца октября месяца. Как это будет выглядеть? Это будут прямые эфиры. То, о чем, собственно, меня просили достаточно давно. Это будут прямые эфиры. Прямые эфиры будут выходить два раза в неделю. Будут достаточно длинные прямые эфиры. В рамках этих эфиров я буду рассматривать всю свою, весь процесс подготовки и постановки ставок. Более того, мы будем их реально делать на реальном счете. То есть запись эфира, ну, то есть не запись, а прямой эфир будет начинаться, ну, где-то ориентировочно в 8 часов утра в московском времени. Ну, после, по сути, завершения моего утреннего стрима. Мысли в слов, думаю, многие о нем в курсе. После этого эфира, ну, даже там пораньше, наверное, может быть, в 7 утра у нас есть азиатские турниры, которые в это время вовсю идут. Мы будем анализировать линию. Как я буду анализировать линию в прямом эфире. Рассказывать и показывать вам, как это все будет выглядеть. И параллельно, значит, кроме анализа линии и ставок по линии в прилаге, основным, так сказать, дополнительным развлечением будут ставки в лайф. Почему мы будем начинать достаточно рано, чтобы успеть захватить азиатские турниры. Все это будет происходить в прямом эфире. Эфир будет долгий. Я не знаю, насколько долго надо его делать, но, в принципе, они уже технических проблем. Вести его несколько часов, а может быть, даже 6-8 часов. С тем, чтобы каждый желающий мог в удобный для него момент времени к этому эфиру подключиться. Либо посмотреть то, о чем мы уже успели поговорить с утра. Либо подключиться в текущий момент, посмотреть, о чем мы говорим сейчас. Понятно, что не буду эти 8 часов я сидеть перед экраном. У меня масса других дел. Поэтому эфир будет выглядеть примерно следующим образом. Утренний обзор. Выбор тех событий, которые, на мой взгляд, достойны. С тех рассмотрения. Выбор событий для лайва. И, собственно говоря, на этом основная часть эфира будет закончиться. То есть мы поговорим о текущей линии на основании, так сказать, моих же собственных мыслей и ставок. Выберем несколько ставок, которые можно смело делать при ланче. Выберем, пока у нас идет параллельное развлечение, марафон экспресс-заезд. Выберем, соответственно, три события, которые у нас будут участвовать в этом экспрессе. И после чего основная часть эфира, как бы, при моем участии будет закончена. Дальше, как бы, компьютер будет показывать просто экран моей открытой букмекерской конторе, открытого счета букмекерской конторе, в котором будет лайв-линия. На этом, собственно говоря, лайв-счете. Периодически, в течение дня, я буду производить какие-то действия, естественно, комментируя, что и почему я делаю. Но это, естественно, будет не постоянно, а эпизодически. Я не знаю, как извещать вас о том, что я в этот момент собираюсь что-то сделать. Ну, если у вас будет голосовое оформление, вы по голосу это поймете. Ежели нет, не знаю как, но на то он на прямой эфире. Если кто-то хочет его посмотреть, значит, смотрите, любуйтесь. Как это может выглядеть, вы... Сейчас я небольшую нарезку включу. Ну, я записал, на самом деле, в прошлые выходные весь свой игровой день. Естественно, не в прямом эфире это было. Просто шла запись экрана. Весь свой игровой день я записал, а потом те несколько часов, много там, на самом деле, было, те 6 или 8 часов, которые там были, я повыбрасывал паузы, а, так сказать, активное время каких-то действий я нарезал в слайд-шоу, ну, и наложил на это музыку. Может, кому-то это не понравится. Ну, короче, несколько часов моей игры вы увидите в течение трех минут. Я не вижу смысла, на самом деле, каким-то образом растягивать это развлечение. Кому хочется узнать, как это будет, в принципе, из этого видео, наверное, все уже будет понятно. Ну, а если кто-то на основании этого видео решение принять не может, один из первых эфиров этого прямого шоу, мы оставим в записи. Записи, естественно, не будет, смысла никакого нет. хранить эти часы непонятно чего. Поэтому до конца эфира, естественно, эфир будет. Если он будет заканчиваться до завершения игрового дня, значит, соответственно, ну, я думаю, что до следующего утра, по сути, как бы, эта запись будет. Пусть еще она будет удаляться безвозвратно. Но одну из записей первого эфира мы оставим для того, чтобы люди, не принявшие, те, кто не смогут принять решение на основании вот этого небольшого слайд-шоу, смогут посмотреть первый эфир, и, возможно, после чего у них появится какой-то интерес. Значит, смотрим слайд-шоу, а после этого продолжу я объяснение уже условий участия в этом мероприятии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дальше она будет показывать либо пустой экран, либо меня, если я захочу что-то прокомментировать Почему вторник? Вторник, ну понедельник день тяжелый, мы его оставим в покое А вторник это обычно первый день первого круга или второй день на крупных турнирах То есть во вторник мы сможем проанализировать три дня первого круга, где участвуют самые разнообразные спортсмены И соответственно найти тех мнимых фаворитов, которые на этом турнире, на обсуждаемом, особо играть не собираются То есть заработать достаточно хороших денег именно на этих событиях Кроме анализов при ланче и уверенного выбора нескольких этих событий Естественно эти события можно будет найти потом и в лайве Те, которые на первый взгляд будут не очень уверены Это вторник, соответственно здесь мы будем отбирать мнимых, еще раз, мнимых фаворитов Ну и смотреть на игры неожиданных дарований, которые прошли квалификацию и в первом круге претендуют на что-то Квалификацию смотреть не будем, это отдельная тема Возможно потом, если эта тема, если эти эфиры получат какую-то популярность Возможно в будущем мы и квалификации будут рассматривать Но пока так, это вторник Четверг это уже 1 восьмая финала обычно Второй или третий круг Это уже игры тех спортсменов, которые реально решили поиграть на этом турнире Если они прошли первый и второй круг То есть достаточно высокий шанс, что они на турнире собираются что-то показать И это совсем другой уже обзор, совсем другие аспекты Тут выходят на первый план в точке зрения анализа И соответственно совершенно другой анализ и совершенно другой лайф Собственно по этой причине я выбрал вот такой вариант Транслировать всю неделю, во-первых, нет никакого смысла Во-вторых, мне тяжело Будет присутствовать перед камерой в течение всей своей полугодовой жизни Наверное, не надо надо мной так издеваться Наверное, достаточно все-таки двух дней в неделю Характерных двух дней в неделю Поэтому вот такой вариант я выбрал Соответственно, с точки зрения получения доступа к этим эфирам Как уже сказал, вторник и четверг суть разные совершенно события Поэтому мы не будем делать доступ к одному из эфиров В этом нет никакого смысла Подписка минимальная будет на неделю То есть это вторник и четверг, два эфира Такая подписка будет стоить тысячу рублей То есть по пятьсот рублей эфир Следующий вариант подписки Это подписка на месяц Подписка на месяц будет стоить 3000 рублей Нелегко, несложно сосчитать Что в этом случае есть небольшая экономия И один эфир в таком случае будет стоить Что-то я там считал С собственным счетом у меня плохо Но там, короче, чуть-чуть меньше 400 рублей Сами считаете сколько То есть здесь явно экономия Если вас тема заинтересовала Возможно, имеет смысл Оформить подписку такого рода И еще один вариант участия Это подписка Ну, на весь сезон, так скажем Ну, для простоты арифметики Будем говорить, что это пять месяцев Это инвестиционная подписка То есть благодаря подписчикам на этот тариф Я, собственно, софинансирую свои расходы По организации вообще Всего этого безобразия Потому что для ведения прямого эфира этого Мне потребуется дополнительное оборудование Которого у меня сейчас нет Придется его приобрести В принципе, я могу его приобрести за свой счет Но если кто-то готов софинансировать Я с удовольствием готов Всячески приветствовать Такое ваше участие И поэтому подписка на пять месяцев Будет стоить 10 тысяч рублей На первый взгляд много Но если мы разделим На число эфиров Которые вы увидите за эти пять месяцев То стоимость одного эфира будет всего 250 рублей Достаточно хорошая экономия По сравнению со стоимостью этого эфира В разовой закупке С другой стороны, сами подумайте Что такое 250 рублей И что на эти деньги вы сможете получить Дешевле делать несколько часов эфира На мой взгляд, смысла нет вообще никакого Поэтому вот такие цифры По-прежнему готов Вы прекрасно знаете, что я готов Выслушать любые пожелания Любые предложения В том числе и по коррекции цены Для какого-то конкретного нашего зрителя Поэтому если вы считаете, что какая-то цифра для вас велика Какой-то вариант подписки вас заинтересовал Но эта цифра для вас велика Ну, вы знаете, где меня найти И как меня Об этом спросить Интересно, что естественно Если вы будете ко мне обращаться С этим вопросом Вы уж опишите, по какой причине Вы считаете, что вам необходима скидка Ну и не могу я не отметить активность некоторых наших зрителей Благодарю тех, кто откликнулся на мое пожелание Обсудить и ценообразование, и сам факт организации этого проекта Их было немного Но я должен каким-то образом выразить свою благодарность И тут, в общем, все очень просто Думаю, никто на меня не обидится И с тем людям, которые заполнили анкету неделю назад Потратили несколько минут своего времени Но дали мне возможность понять Необходимость вообще, грубо Организации этого проекта И некоторое понимание с точки зрения ценообразования Этим людям я предоставлю 50% скидку Думаю, им это будет приятно Но ежели вы от нее откажетесь Я тоже, кстати, вас уговаривать не буду А всем, кто не нашел в себе силы Заполнить, оставить ответы на вопросы Четыре всего вопроса было Ну, вот вам, не знаю Очередной вселенский, так сказать Не подгон, он антиподгон, да? Просто будьте активнее в своей жизни, да? Не важно, так сказать, это при общении со мной Или при общении с кем-то Активная жизненная позиция Она всегда вознаграждается вселенной В данном случае это выглядело именно так Это практически все, что я хотел сказать Но есть еще один нюанс О котором меня тоже просили И я согласился в качестве эксперимента Попробовать и такой вариант развития событий Просили меня о инвестировании в игру Я отказывался Я не понимаю все те проекты В которых люди собирают деньги На то, чтобы поиграть То есть ты успешный прогнозист Если ты можешь заработать деньги на ставках Если ты пытаешься кого-то обучить этому Не смешно просить людей денег Чтобы на них поиграть И по этой причине И по многим другим Потому что это, в общем Ну, не важно Короче, отказывался я от этой идеи Не поддерживаю особо я ее еще и сейчас Но в качестве эксперимента Я готов в рамках вот этого проекта Предложить и такое участие Условия, собственно говоря, не сложные Мы уже говорили про долгосрочную подписку Про ее стоимость Если вы покупаете долгосрочную подписку На 5 месяцев У вас появляется возможность Дополнительные деньги Которые вы готовы проинвестировать Пойдут на счет букмекера На котором мы будем играть Это будет Бет-Сити Скорее всего Скорее всего будет Белая Бет-Сити На этом счете В рамках этого полугодового Нашего проекта Я буду играть только Те два дня Которые у нас будут в прямом эфире То есть все ставки Ваших инвестиционных денег Вы будете видеть в прямом эфире На мой взгляд это честно Все что заработаем То заработаем Что проиграем То проиграем Все это будет в прямом эфире Значит условия Вашей доходности Примерно следующие 50% Мы будем делить ваш доход Если на ваших деньгах Нам удастся что-то заработать Соответственно 50% получаете вы 50% получаю я По-моему это тоже честно Что еще Да естественно Как бы у нас это не Какая-то финансовая схема Деньги Которые вы Проинвестируете Именно в игру То есть то что будет сверх Суммы подписки Это ваши деньги И вы естественно Вольны Ими распоряжаться Как угодно И в любой момент времени Поэтому соответственно Прибыль мы будем фиксировать Раз в неделю Вот прошло у нас Два эфира Вторник, четверг Все что мы выиграли Соответственно Как я уже сказал По формуле 50 на 50 Мы будем пилить И деньги Призовые Будут фиксироваться И выводиться То есть по сути вы будете получать Прибыль Ежели она будет Раз в неделю С ваших инвестиционных денег То есть каждую следующую неделю Мы будем начинать играть С базовой суммы С той суммы С которой мы Начнем Ну ежели как бы будет плюс Если будет минус Значит сумма будет меньше Но ежели я надеюсь Будет достаточно часто у нас плюс По итогам Недельной игры Значит соответственно Все что было выиграно Будет выводиться И делиться между Инвесторами Остальные деньги Будут оставаться в игре Но поскольку деньги ваши Никаких условий Их Задержки На счете букмекера Не будет Вывод Обычно длится минуты Я не видел Более длинных выводов Ни в Бетсити Ни в белых конторах Возможны нюансы Но я еще раз говорю Мой опыт подсказывает Что вывод денег Со счета букмекера Это минуты Поэтому как только вы Захотите Вашу инвестиционную сумму Забрать Нет вопросов Обращайтесь ко мне Я тут же Снимаю ее Со счета букмекера И Соответственно В течение Ну скажем Часа Перевожу ее вам Ну а с одним Дополнительным условием Принять Решение О дополнительном Инвестировании Вы можете Только в момент Оплаты Вот этой вот Длительной Полугодовой подписки Это разовая Операция будет Ежели вы На нее не решились В момент Оплаты Длительной подписки То Право на Дополнительную Доплату Вы теряете Также у вас Нет права Добавить Денег К вашему Инвестиционному Счету Если почему-то Вдруг вам Что-то понравилось То есть Я не хочу Из этого делать Какие-то Сложные Финансовые Схемы Поэтому Вот такие Вот ограничения Решение Надо принять Сразу И Соответственно Ежели вы Приняли решение Сумму Ваших Инвестиций Либо Уменьшить Либо Вообще Свести К нулю То это Решение У вас Тоже будет Одноразовым Если вы Деньги Сняли То Дальше В рамках По крайней мере Этого Полугодового Трека Вы Обратно На счет Букмекеру Деньги Внести Не сможете Стоимость Стоимость Подписки Длительной Уменьшаться Не будет Не важно В какой момент Времени Вы Примете Решение На участие Это будет Май Или Это будет Июль Или Это будет Сентябрь Стоимость Подписки Будет Фиксировано Условия Инвестиции В игру Оно тоже Остается Не важно В какой момент Вы Попытаетесь Эту операцию Провести Ссылка На Регистрацию Будет Под Этим Видео И соответственно На страничке Регистрации Тем Кто хочет Инвестировать Свои деньги В игру Наверное Не будет Такого Варианта В автоматических Вот этих Вот Кнопочках Оплаты Если у вас Возникнет Такое Желание Вы мне Об этом Напишите И мы С вами Обсудим И те Суммы Которые Вы хотите Сверх Подписки В это Дело Инвестировать Значит Для Тех Кто хочет Проинвестировать Деньги В игру Значит Какой Механизм Для вас Покупаете Подписку Длительную Длительную После чего Связывайтесь Со мной И говорите Что Вот вы Такой-то Приобрели Подписку И хотите Проинвестировать Деньги В игру Мы С вами Договариваемся Отдельно О том Каким Образом И какую Сумму Вы будете Переводить Ну И Соответственно Вы Переводите И мы С вами Еще раз Оговариваем Все условия Вашего Участия В этом Проекте Ну Раз уж Такать Еще Одна Мысль Пришла Давайте Тут же Озвучу Значит Коллеги Это Будет Прямой Эфир Вы Совершенно Спокойно Можете Самостоятельно Все Эти Ставки Которые Я буду Делать Повторить На своем Счете Без Моего Участия Поэтому Не надо Говорить О каких Что Очень Больших Инвестиционных Суммах Да Понимаете Прекрасно Что У букмекера Есть Ограничение Размер Ставки Вот Поэтому Каких-то Больших Сум В Доверительное Управление Я Наверное Принимать Не буду Но Опять же Это вопрос Нашего С вами Обсуждения В какой-то Момент Времени Я Смогу Наверное Набрав На мой взгляд Разумный Размер банка Я буду Просто Отказывать В этих Инвестициях Если у кого-то Такое желание Еще появится Поэтому Как бы Играйте Самостоятельно Учитесь Играть Самостоятельно Этот проект Все-таки Я рассматриваю Все-таки Как обучающий А как Не как Инвестиционный И воспринимите Его правильно Поэтому Гораздо лучше Будет Если вы будете Учиться Делать ставки Самостоятельно И Делать их Самостоятельно На своем счете А Инвестиционная часть Ну Пусть она будет Но не Злоупотребляйте Все Это все Что я хотел Сказать В этом видео Всем Удачных Ставок Удачного Нам запуска Этого Проекта Я уже Понимаю Что скорее всего Он У нас Заработает Я уверен Что Это будет Интересное Время Препровождения И Заходите Почаще И на наши Вебинары И на сайт Академии Спортивных Ставок Будет Много Нового Будет Много Интересного